ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В одной творческой группе выпускали программу по скриптам событий недели. И вы двое с Андреем были новички в телевидении тогда. И я пошел вместе с вами к актрисе драматического театра Наине Владимировны Холиной учиться дикции, разговаривать. Это называется основа сценической речи, Саша. Мы только там не учились, но очень... Вот мне, например, этот опыт учебы дал очень многое. Вот мы с тех пор с Наиной Владимировной постоянно общаемся. О, как далеко идущие последствия случились. Да, да, да. Но сегодня повод у нас встречи, выход книги. Я знаю, что ты редактор этой книги. Эту книгу, кстати, называется «Листая памяти студенческой страницы». Эту книгу даже еще... Не было презентации ее. То есть мы сегодня говорим о ней впервые. И я прочитала, ты мне вчера ее только дал, буквально у меня сутки даже не было, суток, чтобы ознакомиться, но она это завораживает. Я начала читать вроде бы вот с твоей статьи, а потом и уже остановиться не могу. И листаю, и листаю. Это на самом деле здорово. Это настолько погружает в юность, настолько возвращает туда. Хотя я выпускник политех, но ты знаешь, что у меня ФОП преподавал в политехе. Но время, о котором вспоминают студенты в книге, тамошние, тогдашние студенты, оно совпадает с моей студенческой книгой. Это совершенно естественная реакция. Еще презентации книги не было, но некоторые из моих знакомых уже читали. И учительница, пенсионерка-учительница говорит, я с таким удовольствием, я вспомнила себя молоденькой студенткой. Ну а потом город наш не такой уж большой, ведь тоже много общих знакомых. Здесь о Залесской, великий педагог Залесской упоминается. Она не упоминается, она одна из авторов. Хотя и упоминается тоже другими. Она была научным руководителем у дочери этой пенсионерки. То есть, конечно... Все переплетено. А, кстати, Саш, как подбирались авторы, кто будет воспоминания писать? Может быть, были ли желающие сотни рук, что называется, я буду писать, воспоминания, или приходилось уговаривать? Да, естественный вопрос. Никакого принципа заранее определенного не было. Здесь авторы и нынешний временно исполняющий обязанности ректора, Смирнов Сергей Николаевич, и молодой преподаватель сельской школы. То есть, никакой, так сказать, должностной градации не определялось. Те, кто первым узнал о проекте, тот и заявился. Книжечка небольшая, но по-современному. Да, мы рассчитываем на то, что она... Ну, не только рассчитываем, она это на самом деле. Мы уже об этом побеспокоились. Электронный вариант ее можно найти на сайте Ассоциации выпускников ТВГУ. Адрес, если я правильно помню, алюмни.тверсу.ру Это новый сайт, да? Это новый сайт нашей Ассоциации. Мы создали его только буквально недавно. Он еще не наполнен должным образом. Но эту книгу, электронную ее версию, можно найти на сайте в разделе «Была такая история». Кстати, вот я чистосердечно хочу пожелать именно прочитать эту книгу. Отдыхаешь, когда читаешь ее. Вот буквально отдых идет. Кстати, вот мы говорим об Ассоциации. Давно ли создана такая Ассоциация? Что это такое? Общественных организаций много. И некоторые просто иной раз для галочки. Нужна ли эта организация студентам и педагогам вуза? Три года Ассоциации мы как-то собирались уже как раз по этому поводу. Третью годовщину образования ее отметили между собой, чеком дружеским. У Ассоциации уже есть немало таких общеизвестных, добрых дел. И, конечно, самое главное, почему самое главное? Ну, не то чтобы по значимости, а еще по известности, по видимости своей. Это памятник Павлу Павловичу Максимовичу во дворе нынешнего ректората первого корпуса, старого бюста. Вот ты сказал, Павел Павлович Максимович, говорила ты мне, что когда учился сам в университете, ты даже и не знал, кто это такой. И многие студенты не сообщали. Очень отдаленная была информация. То есть я знал о существовании школы Максимовича. А кто этот человек вообще не понял? Да, а этот человек заслуживает очень часто упоминания, внимания и уважения. Ведь это же практически фундамент нынешнего университета. Да, конечно, да. Это был морской офицер, дворянин. Он начал с школы в своем имении в Кашинском районе Тевской губернии. А потом у нее идея появилась вот в Твери учредить. Причем идея была не сразу воспринята губернским дворянством. Почему? Потому что он планку высокую сразу обозначил. Он считал, что учительница, это была женская школа. Да, женская школа учительская была. Он считал, что учительницы, которые поедут работать в сельскую местность, они должны обладать еще и фельдшерскими навыками. И первую помощь необходимую медицинскую оказать, фельдшерскую. И гигиене научить правилам ее. И даже роженицам оказать вспоможение. Это как сейчас на ум приходит МФЦ. Ну вот... МФЦ на деревне. Фельдшеров не хватало. Как и педагогов. Да, как и педагогов, конечно. Вот такую планку высокую он поднял. Поэтому его идею даже не приняли. И он решил на свои средства учредить эту школу. И он это реализовал. И ведь школа была одна из лучших вообще в России. Да, да, да. Она имела высокий рейтинг. Он собрал очень достойный преподавательский коллектив. Среди них вольнодумцы были. И это насторожило представителя, губенского представителя Имперского министерства народного образования. Проверку прислали сюда. Прямо как сейчас. Да, да. В какой-то мере, да. Но все с честью. Уровень прекрасный показали ученицы этой школы. Прекрасный уровень. И дали добро и зеленые улицы на дальнейшие годы. До 2019 года она просуществовала. Ну, почему не дальше? Потому что в 2018 году история гласит, ученицы уже падали в голодные обмороки. То есть, не на что было содержать ее. Ну да, непреждая ситуация в стране. Да. Но вы именно по инициативе ассоциации, насколько мне известно, увековечена была память Максимовича. Да, это чисто идея и проект ассоциации. Более того, все выпускники, которые знали об этом проекте, свои пожертвования уносили, кто как может. Скромные пенсионерские, не очень скромные от бизнесменов. Да, да. Это чисто действительно народный проект инициированный ассоциацией. В книге часто в воспоминаниях звучит слово «студенческое братство». Вот здесь как раз пост-студенческое братство. Да, конечно, так можно сказать. Совершенно верно. Выпускник выпускника видит издалека. Да. И чем может помочь ради общего дела. Так и было. Да. Это один из проектов. А вообще работа практически постоянная. Работа даже с будущими. Я считаю нужным подчеркнуть. Выпускники университета – это как бы прошлое его. Но ассоциация создана не ради прошлого. Она создана ради сегодняшнего дня и ради завтрашнего дня. И вот завтрашнему дню посвящена работа ассоциации с муниципальными отделами образования. Буквально недавно в Волочок последний раз ездили. Там, конечно, представители ректората, деканы были, факультетов основных. Ну, если можно, основных каких-то выделять. Это была работа на будущий, ради будущих призывов. Да. Тем более, что сейчас России очень нужны специалисты. Да. И специалисты в разных специальностях таких, к чему учат сейчас университет. Это очень важно. Все пророки на всех, то есть многие пророки со всех континентов прочат России необычайный рассвет, да, в будущем, в ближайшем. И нынешним студентам, нынешней молодежи строить эту Россию блестящую. Мы победим и расцветем. Рассветем, благодаря, в том числе, помощи ветеранов, да, молодым поколениям. Что впереди? Что впереди у ассоциаций? Есть какие-то планы? У ассоциаций планов громадью. Громадью. Я наших планов люблю громадью. Вопрос. Приходится просто выбирать, которые можно осуществить без какого-то постороннего финансирования. Я считаю, что выпускникам это еще легко представить. Кстати, в планах нету, но будем предлагать. Вот в утвержденных планах нету. Вообще, самое интересное и самое интригующее для любого выпускника – это возможность встретиться со своими однокурсниками. Так ведь, да? Абсолютно. Конечно. Вот надо бы как-то проработать механизм, ну, организационного, может быть, финансирования. Ну, кто пожалеет какой-то взнос для участия в такой встрече? Ну, кто пожалеет, если это известить? Не, ну, а потом все равно же собирают? Ну, университет, конечно, это не придется как-то повесить подобное финансирование. Не на государеву же деньги. Да, да. Поэтому, вот, я считаю, мы будем в этом направлении и в этом направлении работать. И в том числе, вот, очень-очень существенный вклад вы, я считаю, сделали этой книгой просто-напросто. Да, конечно. И многие-многие фамилии просто из небытия вас создали. Да, да. Когда, в общем, уже есть желающих и немало на следующий выпуск. Два слова, буквально-буквально две секунды пожелания жителям нашего родного Верхневолжья. Я жителям нашего Верхневолжья родного, не только выпускникам университетов пожелаю жизненного оптимизма. Мы живем в очень непростое время, но давайте будем верить в собственные силы, в лучшее будущее, а главное, держаться друг за друга. Ура! Спасибо огромное. И напоминаю, что сегодня у меня в эфире был Александр Булочеп, общественный деятель, ветеран журналистики, член Совета Ассоциации выпускников Тверского государственного университета. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания.